Здравствуйте, уважаемые зрители канала Культура Достоинства. Здравствуй, Андрей. Добрый вечер, Кирилл. 6 декабря Кунцевский суд вынес решение по приговору Егора Жукова и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Как ты расцениваешь это решение? Ну, уже огромное количество экспертов высказались на этот счет. Как бы можно повториться о том, что действительно условное наказание мы многие считаем как освобождение, как оправдательный приговор. И вот недавно Егора Жукова спросили, готовы ли вы отстаивать свою правоту дальше. Он говорит, ну, есть риск, что суд высшей инстанции может признать это решение незаконным и сделать реальный срок для Жукова. Поэтому тут такая дилемма, стоит ли идти дальше, отстаивать свои права и доказывать свою невиновность. Как сказал Егор Жуков, это совсем не победа. Да, это совсем не победа. И больше всего меня в этой истории удивляет, конечно же, то, что там полностью была сфальсифицирована экспертиза, и что другие экспертизы видных ученых нашей страны, судья просто не принимал его внимания. Это, конечно, вопиющий случай, да, бесправного такого правосудия. Вот этой, как судье, председателю суда московского Егоровой, опять наверняка стыдно не будет. Не так давно назначали новых судей в Московской городской думе, и судью спросили, вам не стыдно вообще за ваших судей, за этого, криворучку там и за все. Нет, не стыдно. Я всю жизнь проработала честно, в соответствии с законом, и я считаю, что я могу работать председателем суда. Ко мне замечаний нет. И не будет этим судям стыдно, потому что вот эта марионеточность принятия решений, она порождена вот этой властью. И, конечно, всю систему нужно менять. Просто так суд один мы не сможем изменить. И Егор Жуков такой лидер молодежного мнения, и не только молодежного, думаю, светлый такой человек, который и призывает общество к смене вот этой заскоруслой вот этой коррупционной власти, с которой наше общество дальше не может развиваться. Мы просто в тупике. Вот правительство уже явно называют то, в чем мы живем, стагнацией экономики. Это тупик, из которого мы никогда не сможем выбраться, пока мы не поменяем систему управления власти, пока власть не поймет, что важнее всего это человек. Понимаете, когда государство сидит на нефтяной игле, то здесь важный человек, а природные ресурсы. А вот в тех странах, где нет нефти, вот там понимают, что чтобы добиться какого-то успеха, экономического, научного прогресса, то необходимо думать о том, как сделать человека более совершенным, более образованным, более интеллектуально одаренным, чтобы он мог произвести такой продукт, который может привести страну к прогрессу. А когда на наше общество смотрят вот так, ну какие-то там букашки, муравьи там ползают, еще что-то тут письма какие-то пишут в органы власти, кому там воды давай, кому дров подкинь, кому отопление проведи, кому газ, кому лекарств дай. Зачем это все? Это нужно Путину разбираться. У него там голова болит международной тематикой, чтобы там уважали его в Европе и так далее. И нефть подороже продать. Да, да, да. И когда государство отвернулось от решения проблем человека, простого человека, от его жизни, от того, как сделать, не просто вырваться из бедности, не просто дать какое-то пособие, чтобы люди концы с концами свели, чтобы купили себе лишнюю буханку хлеба и заплатили за электричество. Ведь не об этом нужно думать. Нужно думать, как обеспечить гражданам достойную жизнь, чтобы они могли творить, могли самореализовываться. А когда страна живет в таких несвободных условиях, в отсутствии свободы слова, вот в отсутствии независимого суда, в отсутствии инструментов демократии, то страна находится в тупике. И именно Егор Жуков, один из немногих политиков, я бы сказал, это политик новой волны, рожденный в 90-е годы, в конце 90-х годов, человек, который никогда не жил при советской власти. И вот в 21 год такое ясное, четкое мышление, идеально просто формулируя все свои мысли, так доходчиво. Либертарианство это, если говорить с точки зрения такого философского определения, суть либертарианства лежит в том, что инициирование агрессивного насилия по отношению к человеку и его собственности недопустимо. Это такое классическое философское определение. Из этого есть очень конкретные следствия, а именно минимальное вмешательство государства в экономику, предпринимательская инициатива, конкуренция и так далее. Я не знаю, как это ему удалось в 21 год быть вот таким, каким он сейчас является, но я только рад, что он наконец-то вышел на свободу, хотя он не был долго там в заключении, но это человек, который является, мне кажется, таким символом политиков новой волны. Он первый политик новой волны. Андрей, а как ты считаешь, он имеет перспективы стать президентом Российской Федерации? Думаю, да. Думаю, да. Как вчера сказала Юлия Латынина в своей программе, если у Егора крышу не снесет... Я не хочу выдавать Жуку никаких политических кредитов заранее, потому что в этом возрасте легко кружится голова. Потому что это же большая ответственность. Вот такая общественная поддержка, такая узнаваемость. Это не все выдерживают, вот это испытание славой. Если ему удастся вот сохранить себя вот в том таком мыслительном образе, в котором он записывал свои блоги, да, и тогда у него, конечно, большое политическое будущее. Я в этом убежден. Тем более он первый человек, который родился в 90-е годы и уже стал политиком федерального значения, федерального уровня. Андрей, также существует мнение некоторых экспертов, которые считают, что Егор Жуков – это осознанный проект по выдвижению нового лидера оппозиции. Можно так сказать, о смещении Навального. Вы знаете, то, что это осознанный проект, я бы с этим не согласился, потому что вот эта монополия Алексея Навального на лидерство в оппозиции, а вот как раз власти необходимо. То, что у нас с 2011 года, вот по сегодняшний 2019 год, все считали одного человека лидером оппозиции, за которым все хотели идти, все смотрели ему в рот и до сих пор продолжают смотреть. Это вот Алексей Анатольевич Навальный. И за эти годы мы не получили ни одного нового политика, вот такого всероссийского значения. Но есть, конечно, там Юлия Галямина, там Любовь Соболь, Иван Жданов, Александр Соловьев, Дмитрий Гудков. Но они все вот около Навального. А вот Егор Жуков сейчас действительно может стать такой альтернативой, чему я несказанно рад. И я не думаю, что это как-то умышленно власть сделала так. Власть это сделала от своей некомпетентности, от того, что она просто настолько озлоблена к людям и хочет кого-то там наказать, при этом рождая вот таких новых лидеров, как вот Егор Жуков. И я очень рад. Вы знаете, я думаю, что Егор Жуков – это такой русский Махатмаганди. Конечно, он не сидел в тюрьме столько, как Махатмаганди, но вот Его призыв к ненасильственному свержению власти – это как раз лозунг Ганди. И, безусловно, понимаете, когда там та же Раневская сказала про Бродского, нашему Рыжему, делают биографию, сделали биографию Жукову. Но это очень позитивно. И то, что там говорят, что вот сделали альтернативу Навальному – это очень хорошо. Это большой плюс. Понимаете, когда обывателю мы показываем альтернативу Путину в качестве Навального, обыватель говорит «чур меня, я лучше за Путина пойду». Вот когда нет новых лиц, когда человек уже сколько он там, 8 лет, несменяемый такой лидер оппозиции, это неправильно, это ошибка гражданского общества. Это ошибка тех журналистов, которые лепят из него такого лидера. Безусловно, Алексей Навальный делает очень хорошую работу по борьбе с коррупцией. За это ему нужно отдать должное. Но стать лидером нации он никогда не сможет. Никогда. Андрей, ну помимо Навального, в интернете, в политической сфере существует много личностей, которые как раз занимаются оппозиционной деятельностью. Почему мы их не замечаем? Ну, может быть, потому что они не прошли вот через такие испытания, как прошел Егор Жуков. Может быть, поэтому. Вот те ребята, которые тоже проходят такие же испытания, как Егор, вот они не публичные. Честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Это вот как-то, знаете, на таком эмоциональном уровне. Верю, не верю. Как-то спросили у Пугачевой, вы как к Навальному относитесь? Она говорит, ну вот я смотрю на него, говорит, правильные вещи. Ну вот он не вызывает у меня доверия. А к Навальному как относитесь? Да никак. Но то, как он себя ведет, как он себя... Мне не нравится. Я интуитивно чувствую фальшь. То есть я вижу человека, рвущегося к власти. Рвущегося, а не желающего чем-то помочь людям. А вот когда смотришь на Жукова, ему хочется верить. Наш человек. Я не знаю, с чем это связано. Просто вот смотришь на него, и вот он излучает какое-то добро, какой-то свет. И ты понимаешь, вот это какой-то лучик надежды. И за ним хочется идти, и хочется ему помогать. А вот, ну, у многих, кстати, вот фигура Алексея Анатольевича Навального вызывает такие очень противоречивые чувства. С одной стороны, да, хорошая работа, а с другой стороны, вот, какое-то, знаете, не вызывающее доверие вот эти все интонации, вот эта вся озлобленность. Не нужна нашему обществу такая озлобленность. Понимаете, вот Борис Николаевич Ельцин, который сумел перевернуть эту страну и, как бы, эту советскую власть отправить на свалку истории, он же не был озлобленным человеком. Он был таким имперским, да, может быть, немножко таким властолюбивым, он был таким державным, да, и в нем видели лидера, который заботится о судьбе народа, да. Но если бы он был вот таким, как сказать, озлобленным, как Навальный, да, и критиковал бы советскую власть, выйдя за рамки приличия, то есть называя там советскую власть жуликами и ворами, то вряд ли бы у Ельцина получилось бы победить советскую власть. Вот то же самое и Егор Жуков. Он, к счастью, не использует вот эту экспрессивную риторику ненависти. И в этом его большой плюс. Потому что ненависти и так хватает. Вот ее просто переизбыток в нашем обществе. А когда ты спокойным научным языком объясняешь вот на пальцах, что, ребят, мы не должны жить в той атмосфере, приводя международные примеры, Егор Жуков занимается настоящей просветительской работой. Потому что, допустим, тот же Алексей Навальный, он показывает вот эти разоблачительные ролики, он на самом деле нам нового знания никакого не несет, да. Мы прекрасно понимали, и без этих расследований, что эти люди живут очень хорошо, там богато и, возможно, и нечестно. Люди надеялись, быть может, что эти расследования приведут к каким-то новым делам, раскрытиям. Но по итогу, как мы видим на сегодняшний день, ни один этот ролик не дал каких-то полезных результатов. Ну да, там, как бы сказать, вот мне понравилось у Егора Жукова, когда вот тут на эхе Москвы был с Венедиктовым и с Бумпаном. И как раз он сказал такую фразу, что для насильственного свержения власти особого интеллекта не требуется. Я к этому не призываю. А вот ненасильственное сопротивление, оно требует интеллектуальных усилий. Вот к чему и призывает Жуков. Ненасильственная борьба подчас требует не только большей активности, большего мужества, чем насилия, но еще и большего интеллектуального усилия. Без вот этих интеллектуальных усилий наше общество никогда не сможет прийти вот к тем целям, которые мы перед собой ставим. А цель – это прогресс, достойная жизнь. А у Алексея Анатольевича Навального вот это все просто. Вы зарегистрируетесь на таком-то форуме, я вам пришлю СМС-ку, за кого проголосовать. Вы мне пришлите вот такую проблему, а я все сделаю за вас и все решу. Безусловно, это тоже хорошая работа и правильная, но она не заставляет наше общество задуматься. А важно, чтобы мы задумались. Важно, чтобы общество включило свой мозг. А когда появляется какой-то лидер и говорит, что, ребят, все, не надо включать мозг, я за вас сам все решу, я знаю, как надо, вот таких лидеров нужно бояться. Это еще Александр Галич об этом пел. Андрей, дело вызвало огромный резонанс в обществе, было услышано много мнений, и одно из них я хочу сейчас озвучить. Именно Анна Шафранц, ведущая всем неизвестного Соловьева, сказала, что это дело у нее вызывает огромное возмущение. Почему суд так мягко отнесся к Егору Жукову? Ну, вы знаете, я не знал, кто такая Анна Шафран. Для меня это фигура такая, статистика, которая сидит рядом с Соловьевым. Я видел некоторые ролики, которые вот там людей там материла, она вот сидела рядом и все это внимательно слушала. Некто Хасана Сатарстана, уж если кто крутит, тот еще, такая ты, лакей путиной. Ты, мразь! Ты, мразь, за кого ты? Не позорь, Татарстан, мразь! Не сделал даже замечание ему, вы что делаете, вы зачем переходите за рамки приличия? И она, конечно, набралась вот такой аномалии. Это исключительно аномалия. Такая же аномалия, как профессор Соколов из Санкт-Петербурга, расчленяющий студенток и сбрасывающий их в реку. Потому что вот такие люди, как Шафран, как Соловьев, это вот такие же маргиналы, которые кричали про Иисуса Христа, распни его, распни. И не зря спел Борис Гребенчаков про Соловьева, что именно как раз, когда гопота распинает Христа, он объяснит, почему Христос враг. Когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг. Идеальная просто строчка, вот как раз характеризующая вот это Шафран и Соловьева. Понимаете, мы уже как бы, мы смотрим вот на эту аномалию, как на дикость. И она, конечно, вызывает интересы у журналистов, потому что такие дикие новости, конечно, всегда привлекают внимание. Вот, именно, я очень правильно слово подобрал, аномалия к этому явлению, потому что, когда человек говорит, слушайте, вот приговор несправедливый, надо молодого парня посадить в тюрьму, откуда у тебя в тебе столько злости? Откуда ты, где ты этого понабралась? Понятно, что из Соловьева, но у тебя своей головы совсем, что ли, на плечах нет? Как можно вообще быть такой, как бы, злодейкой? Вся литература мировая, да, все произведения, там, не знаю, оперы, кинематограф по большей части, они ведь вот как раз о сопротивлении злу. Как раз Егор, это вот такой Робин Гуд, это такой освободитель, да, самого такого порабощенного народа, а Шафран выступает в роли вот такой злодейки, которая пытается навредить, да, этому народному герою. Конечно, Игорь Жуков не Иисус Христос, конечно, Игорь Жуков даже не Махатма Ганди, и даже не советские диссиденты, которые своей жизнью, да, пожертвовали ради спасения нашей страны. Конечно, он не Сергей Адамович Ковалев, не Валерия Новодворская, не Владимир Буковский, но все же человек прошел через вот эти испытания, лжи, которые на него пытались навешать, и он вызывает только восхищение у нормального, здравомыслящего человека. А когда я слышу вот такие реплики от госпожи Шафран, то кроме смеха, да, ничего это не может вызывать, кроме какого-то презрения в адрес этой госпожи. В любом случае, история все растает по своим местам, и она определит место и для Егора Жукова, и для госпожи Шафрана. Конечно, ей будет стыдно за свои слова, и она будет говорить, что я там не понимала, я была вот в каком-то таком помутнении, рассудка, я верила вот в эту ложь, и так далее. Как, в принципе, Владимир Познер, после свержения советской власти, он начал говорить такие же вещи, он действительно в это верил там, и в это верил его отец. Вот, ну, Познеру удалось. Удастся ли Шафран и Соловьеву отряхнуться? Я не думаю. Ну, и все-таки даже Познер не был таким злобливым, да, он не выступал и не говорил, там, если кого-то вдруг оправдали, то он не говорил, нет, верните назад человека в тюрьму, или там, я требую, чтобы Синявского и Даниэля расстреляли. Ну, такой дури, конечно, Познер никогда не говорил, поэтому ему легко это общество смогло простить, потому что общество само в основной массе пребывало вот в таком помутнении рассудка. А сегодня это молодое поколение прекрасно все понимает. Сегодня век открытости, век интернета, когда все источники информации для тебя открыты, стыдно быть вот в том лагере, в лагере злодеев. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ